изогнутый стебельчатый шов поначалу наши действия аналогичны предыдущим то есть нитка у нас идет внизу относительно шва иголка сверху длина стежка в данном случае где-то около трех миллиметров по мере искривления линия длина стежка уменьшается уменьшается приближается к одному миллиметрам в зоне самого короткого стежка вот как сейчас вот я его делаю происходит перемещение нитки нитка перемещается снизу наверх относительно иголки и здесь еще короткий стежок присутствует вот мы перешли с вами точку перегиба и теперь мы идем дальше слева направо как обычно но видите где нитка положение нитки изменилось она стала сверху то есть если вы обратили внимание то при вышивании изогнутого стебельчатого шва у нас нитка всегда находится со стороны выпуклости кривой а иголка находится со стороны вогнутости сейчас я вам покажу это вот смотрите вот у нас выпуклость и когда мы шили эту часть до точки перегиба у нас нитка была снизу а иголка была сверху как только мы перешли точку перегиба мы перекинули нитку наверх нитка опять стала со стороны выпуклости а иголка внутри и заканчиваем